Всем привет! Меня зовут Федор Васильев, и в этом видео я покажу прикольный плагин, который позволит вам легко клонировать или копировать записи, страницы. Плагин переведен на русский язык. Давайте рассмотрим данный плагин и поехали! Обратите внимание, если мы наведем мышь на любую запись, то внизу у нас есть такие быстрые и удобные ссылки. Здесь бы не мешало вывести ссылки, которые позволят нам быстро копировать запись для дальнейшего редактирования. Во многих случаях это будет очень полезно. И нам бы также хотелось, чтобы у нас была возможность также редактировать и страницы, например, в WordPress. Давайте рассмотрим данный плагин. Переходим с вами. Плагины добавить новый. Плагин так и называется, Дубликат Пост. В поле поиска вставляем название плагина, Дубликат Пост. Находим его сразу здесь, нажимаем Установить. Далее мы нажимаем с вами Активировать. Мы сразу можем с вами перейти в записи после активации и увидеть, наведя мышь на любую запись, что у нас здесь подставляются дополнительные ссылки, новый черновик и клонировать. По сути у нас с вами уже все работает, но давайте рассмотрим настройки данного плагина. Переходим с вами в настройки. И вот он, Дубликат Пост. Заходим. Здесь все на русском. Мы определяем возможности. Первое. Отмечая галочками элементы записи страниц для копирования. То есть я здесь ничего не делал, все стоит так, как стоит. Вы здесь уже на свое усмотрение. Меняете. Отключаете, включаете чекбоксы. Дальше. Префикс. Заголовка. И вот здесь вот идет подсказочка. Префикс будет добавлен перед заголовком. Например, копия. Я напишу просто клон. Дальше. Суффикс. Заголовка. Также читаем описание. В принципе здесь все понятно. Увеличить порядок сортировки на. И здесь можно поставить значение 0. И еще есть у нас не копировать эти поля. И здесь написано в описании. Описок приведенных полей, разделенный запятыми. То есть если необходимо будет, мы можем здесь перечислить то, что клонировать не нужно. Дальше. Не копировать эти таксономии. Рубрики. Метки. Можем кликнуть на ссылку показать. И здесь будет еще показано меню навигации. Рубрики ссылок. То есть если не нужно копировать, мы ставим галочки. Нажимаем сохранить изменения. Здесь у нас есть еще две вкладки настроек. Разрешение. Ролик которым разрешено копировать. Ну здесь тоже на ваше усмотрение. У меня стоит по умолчанию администратор, редактор. Разрешить для этих типов записей. Записи страницы. Тоже две галочки стоят. Дальше. Отображать. Показывать ссылки в. Отмечен у нас список записей страниц. Экран редактирования. Админ. Панель. И действия. Тоже здесь я ничего не трогал. Показать уведомление об обновлениях. Ну я так полагаю обновлении данного плагина. Также галочка стоит. Далее мы переходим с вами в записи. Например у нас есть запись. И нам нужно сделать дубликат. Мы просто наводим мышь. И нажимаем клонировать. Тут же у нас вот здесь появляется. Подставляется видите слово клон. Которое мы добавили в параметрах плагина. И черновик. Заходим в настройки. Внутрь записи. Ну здесь уже меняем заголовок естественно. У нас все содержимое здесь остается. То есть например и мы уже сами решаем тут что нам нужно дальше делать. Самое главное нам нужно было сделать очень быстро и удобно копию именно записи. То же самое мы с вами можем видеть в страницах. Перейдя на страницы. Есть контакты. И вот навожу я мышь видите клонировать или новый черновик. Вот такой вот полезный плагин. На этом я данный урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Пока пока.